здравствуйте итак итак я вас приветствую сегодня наша с вами пятница и как всегда как всегда мы с вами вместе лето закончилось сегодня последний день последний такой яркий емкий наверное нам есть о чем с вами поговорить наверное уже как воспоминания кого-то приятно подоражит у кого-то что-то не получилось и все-таки мы прожили с вами три самых ярких месяца как обычно мы уже привыкли к этому давайте поговорим на тему что произошло что не произошло с чем столкнулись какие эмоции и чувства испытывали насколько смогли реализовать то чего мечтали еще три месяца назад то есть о нашей с вами жизни которая течет не останавливается если мы выпадаем из нее то практически не замечаем практически как-то в таком полусне полудреме и все время чего-то ждем вот давайте поговорим на эту тему итак я вас приветствую сегодня наша с вами пятница хороший приятный последний летний день и мы начинаем с вами диалог о том как меняется наша жизнь как мы можем на нее влиять или не очень вот это наверно на мой взгляд я могу ошибаться самая актуальная тема которая сегодня будет на на для нас как яркая вспышка того что насколько мы удачливы насколько нет ну и вообще в принципе какова наша с вами жизнь поехали добрый день ирина николаевна добрый у меня дочь замужем живет соседнем доме ее муж часто бывает в командировках и я с дочкой и внучками как-то обустраиваем время отсутствия ее мужа вечерними прогулками играми на поле в мяч просмотрами фильмов но когда зять возвращается с командировки то я как-то выпадаю с их поля зрения и меня охватывает чувство потерянности и ненужности я понимаю и осознаю что у них семья но такие ощущения меня не покидают подскажите пожалуйста как мне нужно вести себя в ситуации когда зять приезжает на несколько дней из командировки точно так же как вы поступали когда взять уезжал только тогда вы участвовали в жизни и дочери и пытались органе организовать ее досуг для того чтобы полегче и попроще было и поинтереснее она была в хорошем настроении вам было чем-то заняться а теперь то же самое сделайте для себя значит соберите приятельницы соберите какую-то культурную программу какую-то книгу почитайте чему-то научитесь новому приятному достойному руками ли головой ли или всеми вместе что-то создайте то есть создайте себе то занятие когда взять будет наслаждаться в кругу своей семьи в противном случае вот это ощущение ненужности она будет вами развиваться развиваться достаточно долго и с периодичностью переповторяясь будет насаждаться дочери вы даже не заметите как это то есть вы будете притягивать дочь на свою сторону вы будете потихоньку и рассказывать что что-то не так что-то не так а задачка будет совсем другая внутренняя вы просто не будете знать чем вам заниматься когда приезжает муж вашей дочери так вот если вы осознанно подойдете к этому и найдете чем вам заниматься два-три дня неделю то и вообще в принципе в своей жизни нужно заниматься чем-то хорошим достойным не важен какой у вас возраст не важен какое у вас образование найдите себе занятия по душе чтобы не только бегать туда идти как-то там в чем-то участвовать это чужая жизнь а вашей дочери нужно создавать свою и она должна справляться в те моменты коль супруг ее куда-то уехал подумайте найдите и обязательно это реализовывайте у вас все получится и вы будете абсолютно уравновешенной позиции когда и дома есть чем заняться у вас приятельницы и книжки и что-то какие-то просмотры и что-то какие-то дела появляются и которые вам нужно делать мы же заняты мы же двигаемся мы же развиваемся мы же с маленького большего идем к своим результатам к своим изменениям а когда зять уедет вам будет с приятностью возможность пойти к вашей дочери в чем-то ей помочь о чем-то поговорить то есть поделиться обсудить но это не будет для вас так болезненно вот это состояние пресловутое ожидание она рушит иногда самые лучшие самые замечательные отношения не делайте пожалуйста этого уравновесьтесь и займитесь чем-то интересным вы как личность как взрослый человек и абсолютно убеждена в том что у вас есть масса интересов которые вы все время откладываете откладываете так вот перестаньте откладывать и начните заниматься тем что вам интересно ирина николаевна откуда берется социофобия заикаюсь встаю в ступор замираю еле выдавливаю слова как перестать бояться людей и контактировать с ними наравне это берется с детских лет когда в садике в школе вот такое мерило в песочнице кто на кого нападает и были достаточно наверное с периодичностью такие ситуации когда вы были одиноки и против вас было двое троти малышей когда вы пришли домой расплакались вас никто не защитил и потом переповтор событий то есть вот эта модель молчать стоять жертвенная вы не позволяете себе научиться себя защищать вы не позволяете себя отстаивать вы не хотите говорить нет это это не так сложно но страх обуявший вас вот в такой ситуации он для вас более сильный более тяжелый и более емкий вы просто становитесь знаете как вы отдельно как внутреннее восприятие как сознание а тело стоит в ступоре потому что точно убедилась в том что никто не защитит и это самая безопасная позиция когда стою руки опустила или лежу или сижу могут не трожьте меня я на все согласно не просто и несложно из этого выйти из этого нужно выходить поначалу отвечаете поначалу пытайтесь распознать ситуацию в которой вы получите вот такое же сначала различие потом все равно заходите потихоньку ситуацию все равно даже заикаясь говорите нет все равно даже заикаясь задавайте вопросы все равно начинайте наступать на шаг назад вернее простите на шаг вперед и говорить в чем дело то есть отстаивайтесь личные свои границы это обучаемая система и тело должно слушаться тому что вы решили а у вас получается вы в голове живете конфликтом а тело бездвижно то есть расхождение происходит вы расщеплены сознание тело не управляются разум ваш где-то находится вообще в другой стороне собираетесь выдыхаете напряжение снимаете и четко командуйте себе в чем дело подходите не бойтесь то что было раньше не повторится сейчас потому что вы взрослый человек и в любом случае хотя бы учитесь задавать вопросы выходите на улицу подходите к людям задавайте вопросы они идут на вас здоровайте с ними то есть видите что люди не агрессивны вы с детства решили что они очень агрессивны и они для вас представляют какую-то угрозу достаточно серьезно а у вас нет защитника не за кого спрятаться потому что по какой-то причине никто не стал рядом никто вас не защитил то есть не показал как стрессовой ситуации отстаивать собственную позицию значит придется учиться самому это не страшно это нормально но начните с малого здоровайтесь общаете узнавайте проясняйте задавайте вопросы даже если это будет через заикание даже если вы будете как вам кажется от стыда с красными щечками ничего страшного это периодические встречи незнакомых людей которые которых в которых вы как человек в памяти не останетесь надолго а вы для себя абсолютно решите достаточно длительно вас мучащая задачу и сможете переформатировать свое внутреннее восприятие то есть внутренние вот это зажатости напряжения будет потихоньку уходить по-другому не делается не откладывайте и у вас обязательно все получится в противном случае вы станете еще больше закрываться еще больше себя уходить и начнется такое вечное внутреннее перемалывание а надо бы так а надо бы вот так то есть вы выйдете из действительности будете сидеть дома под четырьмя замками и в конце концов придумаете что сейчас дверь откроется кто-то к вам зайдет и что-то будет ужасно и страшно не заводите себя в такую драматическую ситуацию выходим задаем вопросы спрашиваем и проясняем однозначно любой вопрос где остановка где магазин где что угодно лишь бы вы говорили лишь бы вы учились слышать говорить и идти в том направлении которое вас интересует со временем все станет на место здравствуйте здравствуйте как снять ограничения с детства полученные от мамы ее нет уже три года работаю над собой третий год получается но еще не все отработала внутри себя ваши рекомендации применяю на себе слушаю ваши видео анализирую сопоставляю и то что убираю внутри себя спасибо вам за все что так просто объясняете смотрела видео и снимала ограничение отлично вот в этом направлении прям берете два ограничения в неделю и чтобы не происходило вы их снимаете то что такое снять ограничение сделать по-другому то что боитесь начинаете делать то что не хочется но знаете что это полезно и перспективно для вас потихоньку начинаете внедрять свою жизнь не разговаривали учимся разговаривать не делали учимся делать никогда не выполняли данные себе обязательства настраиваем порядок выполняем со временем вы поймете что только вы подумали вы уже знаете как это сделать вы это сделали сократили время получили то что хотели то есть собственный результат и вы начнете себя уважать и вам не нужна будет внешняя оценка это очень важно и вы молодец что так поступаете только не останавливайтесь это самое главное как вы думаете стоит ли новичкам пойти сразу браться за сложные проекты и как понять когда человек готов склок к сложным проектам давайте посмотрим как модель что такое сложный проект это огромное количество простых каких-то написанных программ там алгоритмов которые выстроены очень структурно и функционально друг с другом взаимодействует если вы имеете пробелы или пустоты в каких-то функциях то есть не знаете как работает тот тот или иной отрезок то или иной программы значит его будете перескакивать потом будете цепляться то есть знакомыми вычленять высвечивать подсвечивать выдергивать то что вы знаете и тогда это будет разрыв бесконечно . тире там два тире и вот между тире будет пустота учиться еще раз повторюсь с прошлого стрима учиться это значит начинать с нуля абсолютно спокойно достойно терпеливо дисциплинарно ответственность ответственно выстраивать последовательность так чтобы она вами была построена один раз вы пару раз ходили туда-сюда то есть зафиксировали ее в своем сознании зафиксировали ее вот эту последовательность программную да вот как туда-сюда ходит как она начинает работать то есть сигнал идет и возвращается у вас сигнал то есть на обратную на обратном ходе вот как только вы это поймете у вас зародится смысловая очень понятная внутренние схема и вот тогда вы это выучите если вы пойдете дискретно то есть тут помню тут по не помню тут знаю тут не знаю тогда получится абракадабра такая и она тоже зафиксируется у вас голове и вы всегда будете поступать так по этой структуре и всегда будете получать ту системную ошибку которую изначально не увидели не запечатлели и не исправили то есть это будет ваше препятствие зачем вам это нужно берите какой-то отрезок но какой-то там периода как я не очень высокий специалист войти но тем не менее берем периодику отрезочную систему выстраиваем функционалку понимаем последовательность ставим как структуру проверяем еще раз заработала до какого-то промежуточного результата от этого промежуточного идем дальше пока не выстроим всю сложную как мы это называем систему алгоритма выучили поставили понимаем как это работает то есть если что-то выпадает вы можете найти откуда с какого отрезка это выпадает потому что для вас это будет знакомо и только в этом случае у вас станет навык когда вы будете условно очень поверхностно видеть какая ошибка выпала где пробел где есть пустота в каком отрезке и вы очень быстро устранить эту ошибку и в принципе всегда будете понимать именно работает или не работает или что-то где-то начинает не так функционировать почему учиться нужно очень спокойно достаточно уделяя этому времени для того чтобы навык становился один раз все что мы переделываем все что мы переклеиваем все что мы переструктурируем своей голове или своими руками или создавая что-то вместе с кем-то если что-то не получилось это всегда перекос это всегда изъян исправлять изъяны гораздо сложнее нежели чем построить один раз почему говорит ломать не строить строить можно сразу по плану по проекту и пошел-пошел если умеешь читать а если не умеешь что как получилось то и получается идешь там куда-то не выезжаешь и смотришь что стеночка касая то крыша как-то не в ту сторону смотрит зачем вам такой искореженный навык когда лучше один раз потратить время и поставить и тогда любой сложный навык и то есть любая сложная структура со временем когда вы наработаете взгляд и понимание будет с вами выстраиваться гораздо быстрее и так зарождается эксперт то есть вы вкладываете в себя ту модель то то усердие которое дает в перспективе то есть по времени сокращение того времени и большее видение глубже по смыслу видения какая программа работает какой алгоритм где-то там завис или как-то это еще называется и вы быстро устраняете ошибку для вас это просто для всех окружающих это будет чудо так что вкладываетесь и не халтурте я бы сказала и обязательно все получится как получить психологическое образование когда тебе больше 60 лет есть запрос от друзей и знакомых прислушиваются и идут за психологической помощью у меня получается интуитивным образом помогать им если вы хотите своим знакомым друзьям и близким помогать это не обязательно иметь психологическое образование можно взять какую-то какое-то количество книг в зависимости в каком в каком контексте вы хотите им помогать если это бытийная жизнь обыкновенная то наверное то что вы видели и наблюдали коль вы так хорошо запоминаете чуть-чуть посмотреть под другим там взглядом другим взором прочитать одну две три несколько книг и в принципе это будет достаточно если вы хотите этим профессионально заниматься ну тогда к этому нужно подходить комплексно то есть не только образование есть достаточно много там платных курсов там каких-то ну опять как какой чем хотите заниматься какой уровень хотите для себя раскрыть если это просто поговорить за чашкой чая потому что к вам пришли то это можно набрать в зависимости от того где вы говорят плаваете если вы хотите профессионально этим заниматься то это обучение это бесконечное получение обработка информации это зависимости от той в какой области работаете как вы хотите к этому подходить то есть это 50 на 50 времени которые вы будете тратить 50 вы будете обучаться получать информацию обрабатывать а 50 вы будете работать с людьми и профессионально им помогать зависимости от того что вы хотите тогда и нужно подходить глубине именно школу выбирать глубине того чему вы хотите научиться вот это очень важно понять если поговорить и произвести впечатление то можно почитать книги и обработать это все этого будет достаточно если вы так хорошо в принципе на интуиции работаете если вы хотите беспристрастно классно и достойно этим заниматься тогда это нужно ставить на постоянку на постоянную обработку информации и выбирать школу то есть какими инструментами чем вы будете оперировать вот с этим разберитесь или это просто обравада и вы хотите произвести впечатление это абсолютно разные вещи абсолютно разные ирина николаевна да в чем причина почему появляются нарциссы нарцисс это человек который будучи ребенком очень ждал внимание поощрения помощи это всегда субъекты это всегда люди которые бы хотели произвести впечатление но не очень усидчивы и форма их жизни это представляет себя и вот я показалась и вы пожалуйста скажите что я хороша или хорош если этого не происходит а еще больше идет подавление то есть отсутствие внимания обесценка тех или иных действий такое обескураживающее бесцеремонное назначение ты такая ли ты такой вот в сознании зарождается это как область того когда я вырасту я буду такой меня будут все любить меня будут все ценить меня будут уважать то и как только не получается здесь это получить человек уходит в этот такой мнимый образ и пытается его без конца для себя наполнять эмоциями собственными эмоциями и потом выбирается один раз первый раз очень сложно первый раз на вообще всегда очень сложно выбирается человек послабей и начинается обработка именно той а я вот такой то есть это произведение впечатления в как правило формой а если еще мальчик или девочка внешне и приятные достойные и мама с папой не любят а вовне пошел и там как-то противоположный пол в особенности обратил внимание то нарциссизм будет взращиваться прям неимоверно потому что разница потенциалов здесь не любят здесь уничижают здесь обижают здесь принуждают и не дает того чего хочу а туда выхожу а там но и восхищаются тогда под внешнюю среду и будет подстраиваться вся модель поведения и тогда это будет требование это знаете как власть как наркотик эмоционального к себе такого бесконечного внимания вложения скажи я молодец скажи я хороший скажи но при этом действовать не будет потому что это искусственное внутреннее кино которое должно подпитываться вниманием других людей вот откуда берется почему говорят не потакайте а если этого не будет то будет раздражение будет бесконечное такое разбалтывание качели вывод на эмоцию для того чтобы эту эмоцию получить и тогда этот человек не понимает что он делает допустим по отношению к вам или вы по отношению кому-то но потребность будет расти с годами будет будет доходить до апогея и на каком-то последнем взлете такая ситуация человека размажет и сравняет просто с асфальтом или землей потому что основы нет нечем восхищаться не к чему внимание не к чему не чем не о чем разговаривать кроме как о потребности скажи что я хорошая скажи что я красивая скажи что я самая лучшая скажи что я самый какой-то подтверждение этому нет а берется это все из детства это естественная потребность которая вот таким способом вытесняется и потом начинает нас беспокоить человека беспокоить и этот человек идя за этой потребностью которая превращается в требование она становится маниакальным посмотрите все душевные заболевания все духовные заболевания они идут от наших хочу я не могу остановиться хочу хочу еще 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 и вот это еще заводит человека в цикл переповтора из этого цикла он не может самостоятельно выйти почему всегда раньше говорили да и сейчас рекомендуют когда вы не можете выйти из ситуации кто-то должен быть 3 не заинтересованный человек но который достаточно хорошо в этом разбирается он должен вам показать выход и показать по какой причине случилась та ситуация из которой вы не можете выйти и это всегда внутренняя наша зацикленность на каком-то на какой-то потребности которая переросла в требования и мы с ней не можем или с этим требованием не можем справиться это очень важно понимать очень важно тогда вы будете всегда эмоционально и психологически уравновешены у вас будут там какие-то просыпаться небольшие требования или потребности вы научитесь их реализовать из расчета фундамента из расчета того что если вы хотите чтобы вами восхищались как специалистом вы точно знаете что полезно вам было бы поучиться вы сядете получитесь и получите вот то восхищение но не на основании беспочвенности а на основании ваших усилий то есть восхищаться удивляться обращаться можно только к человеку который что-то знает и что-то умеет то есть восхищаются способностями восхищаются его результатами что он достиг и что он сделал тогда получается и потребность и эмоционально взаимодействие и внутреннюю удовлетворенность от того что ваши усилия были направлены в нужном месте и вы таки получили то что вы хотели то есть вы востребовательны в обществе и вам не нужно применять не манипуляции не игнорирование не обман не какие-то еще там не очень приятные специфические вещи чтобы удовлетворить свое требование добрый вечер ирина не но добрый огромное вам спасибо за ваши труды пожалуйста подскажите пожалуйста как перевести занятия спортом в привычку без которой невозможно жить имею постоянные откаты вы просто не поняли не для себя не объяснили зачем это нужно то есть у вас есть разрыв да есть принуждение что спорт это хорошо а вот зачем этот спорт вы для себя это не объяснили почему вот как как это соединить спорт ну опять таки каким спортом вы занимаетесь для чего вы этим занимаетесь какое движение или это монотонность или это изменение ли это спортзал ли это какое-то обучение какому-то военному искусству или какому-то военному делу или какому-то специфическому искусству там айкидо там я не знаю бокс там лещо там что-то чем вы занимаетесь и тогда как только вы возьмете это как модель взаимодействия с миром именно с миром то есть вы точно знаете что это вам дает устойчивость это дает вам внутреннее понимание что вы сильный что вы можете двигаться вы понимаете как это работает то есть как вас взаимодействуют руки ноги вы обретаете координацию вы обретаете внутренний баланс и тогда это можно переложить не только свою повседневную бытовую жизнь но и допустим на рабочие моменты то есть наши движения они всегда как модели для того чтобы конфигурацию которую мы выстраиваем при помощи действий тела она перекладывалась на наш мыслительный процесс то есть вы тогда должны быть успешным и ловким достойным перспективным выносливым для того чтобы куда вот как только вы ответите на эти вопросы и самое главное объясните себе почему именно этот вид спорта не какой другой то есть вы его по какой-то причине выбрали для того чтобы в чем-то себя чему-то себя научить в чем-то себя попробовать в чем-то как-то себя наполнить в чем-то себя проверить наверно да там на слабо ли еще как-то вот отвечая комплексно на этот вопрос для чего тогда вы точно получите понимание что вам это надо и и ваша команда себе мне это надо потому что или зачем и вот это зачем и будет движком для того чтобы вы с утра поднимались вставали одевали спортивный костюм выходили горе бачки опять утра опять классно опять я здесь и опять у меня возникает вот этот импульс внутреннего состояние тела как пружины которая хочет расслабиться хочет взять какой-то рубеж хочет взять какой-то там новый там побежать или поднять эту штангу или чем вы занимаетесь то есть это потребность жизни тела которую вы своей голове должны объяснить зачем и тогда через эти модели упругости и ловкости и нужности и оперативности движение не останавливаться или когда вы понимаете чувствуете что тело откликается быстро и уже реагирует без вас то есть разум ваш начинает с телом быть единым целым и ум и разум раз ум да разум и ум то есть вы начинаете синхронизироваться с тем что вы делаете как вы это делаете и для чего вы это делаете и тогда у вас не возникнет ни одного внутреннего препятствия потому что тело хочет участвовать нашей жизни а мы обычно с ним поступаем как по-разному мы одеваем какие-то высокие каблуки для того чтобы кому-то понравится мы одеваем какие-то неудобные вещи для того чтобы произвести впечатление мы лежим потому что нас не приняли так как мы думали и тело говорит но если нас не приняли и так не думали я не пойду туда и она отказывается нам подчиняться вот это и называется жить целым целым и так как только вы объясните себе это у вас не возникнет проблемы встать с утра или пойти на тренировку потому что у нас если мы идем на тренировку или собираемся идти на тренировку у нас обязательно идет такое соблазнение ой хорошее кино или там какой-то ну кто-то позвонил и еще кто то то есть мы с вами занимаясь двигательной системой нашей телесной то есть это намерение которое мы споставили и должны сделать для того чтобы самому себе прежде всего доказать что решено сделано решено сделано и как только все окружающие и ва ваше в принципе вот это вот ну такое хомячество я его называю вот таким примитивным словом но она очень подходит для меня она понятно но как-то с собой договориться ну давай сегодня киношку посмотрим а завтра или мы сегодня не пойдем там куда-то бегать а мы просто прогуляемся и вот мы с без конца вот в этом таком двойственном выборе который и дает нам собственно говоря внутреннее понимание слабости если решили делаете не готовы и не решайте не делайте и объясняйте это полезно это мне нужно какова перспектива любого того действия которое вы хотите обрести то есть научиться последовательно делать это получить удовлетворенность и знать что так будет со всем тем к чему вы приложите собственные усилия и тогда выбор ваш будет гораздо емче гораздо емче гораздо эффективней и самое главное вы даже заморачиваться не будете вы будете без пятнадцати шесть глаза открывать вставать выпивать воды чая там или что вы хотите одеваться и предвкушение вот внутреннее предвкушение будет абсолютным вот вашим состоянием когда осталось чуть-чуть вы выходите и перед вами открывается то пространство где вы хотите чего-то достичь что-то ощутить и пространство будет вам декларировать как же классно вы можете с ним взаимодействовать а тело будет откликаться то есть появятся силы появится внутреннюю удовлетворенность под душем будет состояние ну надо же я живу вот для чего для чего вы занимаетесь тем или иным видом спорта деятельностью коммуникации общением всегда нужно понимать зачем и почему здравствуйте ирина николаевна здравствуйте скажите пожалуйста как выработать у себя критическое мышление ну давайте так минус 30 на улице буду утрировать минус 30 на улице а вы по скидке купили какие-то классные ботиночки на каблучке но не осенние а на улице еще даже не успели чем-то посыпать песочком и вам так хочется это обуть но вот прям сил нет вспоминайте все это проходили и внутренняя борьба у кого-то сворачивается из расчета личной безопасности но куда же каблучок-то десяточка я сейчас как выйду и будет масса всего интересного а кто-то не может собой справиться то есть критическое мышление по отношению к себе всегда говорит о том о каких последствиях мы будем сейчас рассуждать от этого действия можно сделать все что угодно не думая и мы часто этим занимаемся но последствия которые будут наши они тоже после нашего решения будут наши вот критическое мышление и подразумевает можно сделать все а что будет дальше если наступает завтра то завтра будут последствия вы готовы встретиться с теми последствиями которые наступят завтра от сегодняшнего вашего действия мы очень много скандаля мы очень много кому-то что-то доказываем не понимая что последствия будут всегда то есть последовательность это когда я точно понимаю что я делаю я понимаю меру ответственности за свои поступки за свои слова и веду так, чтобы эти последовательности моих действий и слов никогда или, по крайней мере, в большей степени всегда шли ровно. То есть я могу объяснить, что я делаю, что я говорю. А обычное эмоциональное состояние, когда нам очень хочется и мы не можем остановиться, всегда ведёт к последствиям. То есть один необдуманный шаг, одно необдуманное действие, одно необдуманное слово или фраза иногда может разрушить всю жизнь человека или коллектива, или компании, или ещё кого-то. Единственное, мы на это не заморачиваемся, не обращаем внимания, придумываем то, чего нет для объяснений, но всегда причина, всегда есть. Так вот последовательность — это не соблюдение критического мышления и не обузданность своих эмоций и желание над кем-то повластвовать или над кем-то покомандовать, не понимая, какие же последствия будут для нас. Для человека это одна история. А вот для нас кто заявил такую позицию? Почему мы с вами без конца и говорим о том, что внутреннее эмоциональное состояние, оно всегда должно быть уравновешено. Не бывает той темы, не бывает той задачи, не бывает в принципе человека, если он человек, а не как-то там уже с отклонениями, который нападает и не понимает, что происходит. Или уходим, или вступаем в бой. А вот так вот в коллективе, в семье всегда можно сесть, всегда можно спокойно всё прояснить, всегда с мужчиной, с женщиной, неважно, есть ли человек хотел бы, и понимает перспективу с этим человеком в этой компании. Он всегда будет стараться, по крайней мере, декларировать свою позицию или написать свою позицию для того, чтобы не обрести последствия, которые могут тянуться иногда годами. Наше сожаление и идёт от того, что мы вспоминаем в прошлом свой поступок, который очень неприятно отражается, как волновая система в памяти, переповторяется, то есть нас по носику бьёт и говорит, а вот ты ж поступала так же, или ты поступал так же. Мы всегда будем с этим сталкиваться. Вот для этого критическое мышление и даёт возможность, что будет дальше. Как только вы с этим порешаете, хотя бы научитесь задавать себе эти вопросы, гораздо проще будет жизнь, и вам будет очень интересно что-то познать, в чём-то разобраться и обрести спокойно какой-то новый навык. То ли коммуникации, то ли действия, то ли объяснения, то ли письма. То есть это порождает новую внутреннюю потребность, чтобы как можно ёмче было доносить и как можно меньше вступать в какие-то не очень понятные ситуации. То есть не ходить в чужой сценарий и всегда думать о том, что же будет дальше, и разбираться в том, что идёт на вас. То есть делать выбор — не бессознательно хвататься, а именно понимать, куда идём, а куда не ходим, и не создаём приключенческие фильмы собственной жизни, то есть не делаем над собой те эксперименты, которые впоследствии могут привести к очень большим разочарованиям. Ирина Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Человек просит постоянно в долг, всегда отдаёт и вовремя, но напрягает момент именно просьбы. Как с этим быть? Это использование отношений с человеком приятельски. Нет, это форма получения внимания и вот так метаморфоза в голове, что если вы даёте деньги, и он уже два раза может как-то приходить, может, у него такое вот своё впечатление, что вы к нему хорошо относитесь. Ну, какая-то объяснительная база своя, если он отдаёт, берёт и отдаёт. Это форма зависимости от вас через, допустим, деньги. То есть ему приятно, что он греет себе голову тем, что в любой момент или там 5-20, когда вы зарплату получаете, придёт к вам, и вы ему не откажете, или ей не откажете. И приятно. И это форма коммуникации. Насколько вам это приятно? Ну, не знаю, надо ли вам это, не надо ли. Это зависимость своего рода, объяснённая тем человеком, который берёт у вас долг, какой-то своей такой метаморфозой, каким-то своим таким приятным, обволакивающим его эго состоянием, что да, вот ко мне так хорошо относятся. Я, конечно, могу, не могу, но в принципе пойду ещё раз проверю. Дадут, значит, уважают, ценят и могу зайти. Не дадут, ну, наверное, они такие не очень хорошие, пойду другого найду. Вы посмотрите на положение, то есть человеку действительно нужны эти деньги. Или это вот именно форма челнока за получением внимания, мы поднятием своей значимости в ваших, вернее, в своих глазах по отношению к вам. Или это действительно какая-то ситуация, что чуть-чуть не достаёт, кто-то болеет, или какой-то кредит, ну, мало ли, всё в жизни бывает. То есть вы понаблюдаете, что у человека в жизни происходит, как он вам характеризует приход каждый раз и отдачу каждый раз. Какая-то объяснительная база присутствует. И как только вы это услышите, мы всегда говорим о том, что нас беспокоит. Мы всегда говорим о том, что бы нам хотелось. Единственное, ну, такой удивительный парадокс, мы друг друга не слышим. Мы каждый хотим сказать другому то, чтобы нас услышали, а в ответ ничего не слышим, ни объяснений, ни повествования, ничего не слышим. Вы просто помолчите и попробуйте услышать, как это объясняется и как часто это повторяется. И только после этого будете принимать решение. Действительно вы оказываете помощь или вы участвуете в каком-то таком специфическом спектакле, который человек по отношению к вам устроил. Ирина Николаевна, добрый день. Добрый. Такой вопрос. Как вы считаете, должна ли жена также финансово готовиться к декрету? Я точно знаю одно, что если два человека, решившиеся дать жизнь третьему, и никак не могут решить финансовый вопрос, кто-то кому-то лукавит, кто-то кого-то пытается, ну, так немножко поставить в управляемую позицию. Это не та тема, которая должна быть сейчас актуальна. То есть все ваши возможности, все ваши заработные платы или там какие-то доходы, пассивные, активные, неважно, они же как-то до этого обсуждались. Если, допустим, уже вы, ну, женщина беременная, скажем так, да, это данность, которая чуть-чуть растянута по времени. И если только сейчас это начинается, надо задуматься, если вы только планируете и готовитесь, то тогда это торг, торг. Тогда какие у вас отношения? Вкладываются вместе все, что есть, и на перспективу. для того, чтобы вот это создать целое свое, то есть синхронизируется. А дележка, ты положила 10, а я положил 110, да, значит, вот на 110 ты пойдешь в больницу, то есть в коридоре будешь лежать, а там еще на 100 как-то сама. Ну, вы понимаете, о чем вы меня спрашиваете? Значит, садитесь и разговаривайте. И если это только планирование, то тогда, может, еще просто не время? Или вы не прояснили свои финансовые вопросы? Вот тут разберитесь, а потом будет все оставлять, кто кому чего должен. Коллега в разговоре резко перебивает, чтобы быстрее получить более конкретный ответ. Причем, если ее перебивают, возмущается. Как реагировать, чтобы без скандалов? Это разная форма мышления. И просто коллеге своей скажите, что давай я тебе, если это производственный какой-то вопрос, а вы хотите объяснить, то есть у вас время чуть-чуть растянуто, и последовательность построения ваших рассказов, да, или повествования, оно более емкое, нежели чем у вашей коллеги. Тогда вы просто переводите, что вопросы, как дела, все хорошо, тут вы попадаете, а любые производственные вопросы вам просто проще будет ей написать. Когда она вас перебивает, она быстрее хочет схватить смысл, то есть это поверхностность восприятия, и она ловит то, что нужно ей. Тогда вы попробуйте услышать, а что она именно ловит. И тогда вам не придется долго вкладываться, а отвечать тремя пятью словами в предложении, то есть дать ей то, что она хочет, и больше ничего не объяснять до тех пор, пока она не поймет, что этого не будет достаточно. Ругаться бесполезно, потому что вы временем внутренним, психологическим оперируете разным. Для вас нужно сутевую нагрузку процесса рассказать, а ей нужна поверхностная история, как дальше, что будет, дальше, что хорошо, дальше, дальше, дальше. Или вы сокращаете свое время, и это будет ваш новый классный навык. Но тогда предложения должны быть смысловые и емкие, то есть ответ конкретен на конкретно заданный вопрос. На улице дождь есть? Нет. Ты знаешь, я думаю, он пойдет, но ближе к вечеру ты, наверное, зонтик возьми, потому что он пойдет, не пойдет, зонтик не такой тяжелый, на всякий случай возьми. Вот может быть такой ответ. Не каждый готов это выслушивать. Это такое повествование, видение собственного человека в качестве вас на ту ситуацию, которая, в принципе, может произойти. Или ты понимаешь, для того, чтобы это сделать, нужно вот так-то, вот так-то, вот посмотри внимательно, это вот так. Если этого не сделать, то вот это будет по-другому. Если человек не занимается этим, он слушать вас не будет. То есть вы отвечайте на конкретный вопрос. Не пытайтесь донести то, что человеку не нужно. Конкретика прежде всего. Мама звонит и говорит, у меня закончился хлеб. А вы говорите, мама, ну так хлеба там еще, там чего-то еще и себя в придачу. Маме нужен хлеб. Вот буквальность присутствует. И с этим нужно тоже потихоньку начинать разбираться, потому что то, что вы хотите донести, не нужно. То есть вы не получите обратную связь, будете обижаться, будут возникать конфликты. Для того, чтобы опять возвращаемся к тому, чтобы личная безопасность, то есть внутреннее нормальное состояние у вас присутствовало, вы отвечаете на вопрос именно тот, который вас спрашивает. Все остальное не нужно, об этом не спрашивают. Как дела? Хорошо. Как съездили? Отлично. И если вам не говорят, не расскажи, там как-то, там, что вы ели, что вы пили, куда вы ходили, там, музеи, там, я не знаю, еще куда-то, то не надо это рассказывать. Человек об этом вас не спрашивал. Подходите к себе, к своим ресурсам бережно и четко понимайте, что у вас спрашивает, то есть коммуникация будет легкая. Человек вот проскочил, получил от вас информацию и пошел дальше. А вы вдогонку все рассказываете. Она перебивает, говорит, неинтересно. А вы все равно в назидательной повествовательной теме по-разному смотрите на одну и ту же ситуацию. Или вы научитесь, или пишите ей письма, она там как-то вычленит то, что ей нужно в плане производственных взаимоотношений. Есть ли способ быстро избавиться от стресса? На работе часто нервничаю. Стресс – это системная ошибка. Значит, вы не видите какого-то достаточно актуального препятствия, которое стоит перед вашим лицом. Или в виде человека, или в виде какой-то ситуации, с которой вы не хотите разбираться. Значит, вы себя накачиваете бессознательно уже до прихода на работу. И потом уходите и начинаете что-то прокручивать. Так вот, первый критерий, когда вы для себя проясните, вы с человеком внутренне конфликтуете, или в ситуации, как в системе, как в среде находящейся, для вас по каким-то вашим параметрам она, ну, не устраивает. Но вы себя убеждаете в том, что надо, сейчас тяжелые времена, и найти работу очень сложно. И вы настраиваетесь, накачиваете, накачиваете себя. Вот пришли, выдохнули, что-то там поели, что-то посмотрели, и с утра встаете, уже точно понимаете, что опять идти в эту клавку, опять там от кого-то терпеть, или просто находиться в этой среде. Это первый критерий. Вас напрягает или среда, или человек. Второе. Почему напрягает? И если это действительно актуальность того, что, ну, при той или иной прочих равных условиях вы сейчас не можете по каким-то там, только вам ведомым, но тем не менее очень важным внутренним умозаключением сменить работу, тогда переключайте свой фокус внимания на то, чему вы можете научиться в этой среде. То есть то, что вы не принимаете, для вас это дискомфортно. То есть системно вы это не принимаете, значит, вы где-то это проходили, и опять бессознательно мы боимся каких-то последствий. Вскрываем этот нарыв и говорим, я боюсь последствий такого-то порядка. До этих последствий что было? Как я поступала? А теперь как можно по-другому, то есть научиться по-другому поступить, развернуть ситуацию в нужную для себя форму? И пока вы этим будете заниматься, среда немножко станет менее агрессивная. А потом смотрим, кто же создал эту среду. То есть природа, свойства этой среды, мировоззренческое, философское, любое наполнение, оно будет того хозяина, держателя этой среды, кто её создал. Насколько вы в принципе, и зачем вы там находитесь, и насколько вы синхронизируетесь, насколько вы разделяете то, что делается, то, куда движется эта среда, то, как этот человек управляет, то, как он обучает, или он требует, он заставляет, и сам не очень много знает. Вот с этими вещами разберитесь. То есть вы всегда, мы, то есть всегда, испытываем дискомфорт, когда какое-то препятствие, мы читаем это сопротивление, на нас сопротивление, это то, с чем нам нужно разобраться, то ли с человеком, то ли с ситуацией. Разбирайтесь, пожалуйста. С возрастом мама стала ворчливой, она всем недовольна, от погоды и здоровья до политики, смотрит новости и читает блоги, а потом выливает всё это на меня. Говорила по-хорошему, уругалась с ней, два-три дня и всё по-новой. Достала, не хочу с ней разговаривать иногда, как-то можно это изменить? Да, наверное, если у вас будут свои условия проживания, вы научитесь управлять своим временем и иногда выделять для тишины или ещё для каких-то приятных вещей. А к маме желательно приходить до того, как она прочитает блоги и пытаться развернуть разговор в нужном вам русле. То есть мама ушла из действительности. Вот всё, что она там прочитала, ей нужно донести. То есть она хотела бы в ваших глазах чтобы её образ был такой молодой, взрослый, понимающий. То есть она вам назидательно что-то хочет рассказать и эмоционально показывает, то ли она согласна с этим, то ли она не согласна. И то, что вы на эту тему думаете, ваше мнение, ваши какие-то внутренние умозаключения, её абсолютно не интересуют. Значит, вы точно должны уловить время, когда она получает информацию, с информацией нам приходит энергия, то есть положительная или отрицательная. Это нам интересно, это нам полезно. И мы это будем применять в своей жизни, то есть различать, как-то попробовать с той или иной стороны посмотреть. Но мамин возраст подразумевает, что она стала экспертом. Вот она одного человека посмотрела, ей не понравилось, услышала, не понравилось. И её не понравилось будет звучать у вас, то есть перед вами, потому что тот блогер, которого она слышала, он её слушать не будет. То есть происходит перенос. Вы, ну такой сосуд ребёнок, который должен выслушать маму по определению. Значит, вы как-то вырабатываете время, во-первых, уходите, не так часто появляетесь, появляетесь и появляетесь только тогда по фиксации по времени, когда вот это эмоциональное возмущение, что я имею вес, потому что я вот тут кого-то прослушала, и меня должны выслушать, потому что это моё мнение, оно значимо. Я знаю, что я говорю, и я разбираюсь во всём этом. Это как две женщины, я же вам уже рассказывала, стоят с колясками с детьми и обсуждают, какой космический корабль нужно сделать для того, чтобы мыли ракету какую-то, куда-то она долетела, и она ударила именно в цель, и это так воодушевлённо происходит. То есть мы всегда создаём все умственные задачки, жвачки, и хотим при помощи этого произвести впечатление, потому что недостаток внимания, он набирает обороты, и нас начинает догонять, и тяжестью на нас ложится. Тогда вы с ней не спорьте. Скажи, давай мы посмотрим вот это направление блогерства, я не знаю, в каком-то направлении, как там вяжут, как там гуляют, как там цветы высаживают, и потом к пятнице мы с тобой обсудим, мне будет очень интересно твое мнение. То есть или вы управляете процессом и в меньшую нагрузку попадаете, или вы приходите обречённо, и вам приходится слушать то, что по просторам интернета вдруг набрала ваша мама. То есть вы взрослый человек, значит, тогда задавайте тон маме, скажи, мам, пока я там где-то работаю, чем-то занята, ты, пожалуйста, проштудирай вот эти каналы там на тему рецептов, на тему там, я не знаю, вязания, там на тему там разукрашек или ещё какой-то. И мне очень важно, потому что девчонки на работе или кто-то мне сказал, у меня нет времени с этим разобраться, вот ты разберись, пожалуйста, мы с тобой в пятницу это обсудим. И мама обязательно пойдёт и разберётся, потому что ей важно, чтобы её послушали, её именно мнение, и это даёт бессознательное понимание, что она что-то из себя представляет, её мнение очень важно. В продолжении вопроса про рождение ребёнка. Да, пока это только подготовка. Как мужчине понять, что он готов к ребёнку? Вы когда заходите в магазин и что-то готовы купить, степень готовности как проявляется? Вы достаёте кошелёк и оплачиваете картой там или наличными, да? Когда ребёнок понимает, что вот эта женщина, которую я выбрал, она действительно для меня самая-самая-самая, мы с ней в одну сторону смотрим, мне с ней хорошо дома, мы разговариваем на одном языке, и какой-то промежуток времени обычно молодые люди наслаждаются этим моментом. Ребёнок — это от момента рождения и навсегда. И тут не столько понял, хотел, мог, это немножко не та категория рассуждений. Это от рождения и навсегда. И это мера ответственности. И в этом навсегда, то есть надолго, может быть, всего масса интересного в кавычках или просто масса интересного. Но вот этот ребёнок у этого мужчины будет навсегда. И его нужно обучить. Для него нужно стать личным примером. В нём нужно понять, что он хочет, чего не хочет. Его нужно провести по жизни каждый день, а иногда и 24 на 7. И от этого не должно быть усталости. То есть это внутреннее понимание того, что я к этому готов. Мне есть что передать. И я хочу эту ответственность. Это как мастер берёт ученика. Это навсегда. Длительно, с периодичностью. Но это навсегда. Так и рождение ребёнка. Это навсегда. Почему, когда их четверо-пятеро много, это какой-то поток. Что вы вложите в них? С чем они пойдут, выйдя из вашей системы под названием «семья, мама и папа, двух взрослых людей»? На что вы готовы? Вы готовы его отбрасывать или показывать всем, что у нас тоже есть? Или это действительно внутренний посыл, когда я точно знаю, чему я его научу? Я точно знаю, как мы будем жить. Я точно знаю, я покажу для того, чтобы наш фундамент, который мы создали, будет его опорой, и он пойдёт дальше, выше, лучше, перспективней. И когда вложены усилия лет так 25 по 30, и это прожить нужно каждый день. И тогда будет обратная связь о том, что это будут самые крепкие, самые достойные отношения. Это когда ваш сын или ваша дочка будут вами восхищаться. Это когда вы не будете к ним цепляться, а будете радоваться тому, что вы вложили, и это будет проявлено. То есть не гордыней страдать, а гордостью за своего ребёнка, то есть за то, что вы вложили и время, и усердие, и знания, и показали, и рассказали, и научили, и ребёнок это всё ваш принял. И с этим багажом, не вот этими ты такой-сякой, я тебя кормила, поила, или что-то делала, а именно вот с тем, что вы хотите сейчас, пока его нет. Хотите вложить, хотите научить. Что вы ему хотите передать, для того, чтобы первые 30 вы в него, а потом он в вас, и это не финансовая история. Это состояние в двух взрослых людей, где отец — это начало, а сын — это его продолжение. Они могут быть разные, но единство будет присутствовать, при том, при всём, что у каждого из этих людей со временем будет своя жизнь. То есть перевод во взрослую жизнь, он обязательно будет случаться, и об этом нужно думать сейчас. Посмотрите на своих родителей, насколько вы довольны или недовольны тем, чему они научили, в каких условиях вы жили, что вы хотели бы поменять, что бы вы хотели узнать, и как бы вы хотели своего ребёнка того, кого доверите сами себе, как бы вы хотели понять, какой он, что ему нужно. Это достаточно глубокий вопрос такой, а не просто потому, что получилось, а не просто потому, что сегодня роды стоят 200 тысяч или 250. И мы сейчас будем бодаться, кто будет сколько платить. То есть ты рожаешь, ты платишь, а я, значит, смотрю, а у тебя получилось, а потом это безответственно. Вы не за деньги на роды думаете, вы думаете, как вы будете жить с этим ребёнком. Это будущий человек. Посмотрите, какое огромное количество сейчас людей даже по вопросам не пишут или пишут наоборот. Я не хочу с ней разговаривать. Я не хочу. Вот только вопрос был, отвечал. Не хочу. И вот это не хочу начинается сейчас, когда вы за столом сидите, разговариваете, когда вы цену жизни человеческой меняете на 200 тысяч, кто будет платить на роды. Немножко мышление своё трансформируйте, немножко по-другому смотрите, это жизнь. И зачем вам переповторять ту жизнь, которую даже вы жили, если вы вот такими категориями оперируете, из расчёта договорённости, будем рожать или не будем. Будьте внимательны, пожалуйста, как к себе и к своему будущему. И это очень важно понимать, потому что ребёнок — это, знаете, как сокровище, в которое нужно вкладываться, как бриллиант, который нужно, ну, как-то его грани открывать, как-то очень спокойно, очень ювелирно взращивать, чтобы он засиял всеми цветами радуги. Или потому что, вот я сказала, не дам, а ты должен, да? Тогда вы не о ребёнке. Вы кто, кем будет управлять какой-то промежуток времени? То есть за деньги. И ребёнок здесь абсолютно ни при чём. Как быть с таким симптомом, как быстрое перегорание? Возникают идеи и быстро перегорают, так как ждёт рутина. Есть такая категория людей. Знаете, они так говорят, я сейчас идейками накидаю, накидаю, накидаю. Это вот забью, 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 забью и буду посмотреть. Ну, там что-нибудь получится? Нет. А как если получится, это я посмотрю, вот, постою рядом и посмотрю. То есть не обдуманность, а просто идеи, где-то пойманные или как-то друг с дружкой соединённые. И если вы не готовы её самостоятельно исполнять, то это не идея. Это где-то вы поймали чью-то идею или одну с другим как-то вот это перепутали. Как-то там сплели не в понятных вещах. Идея, она должна в конечном итоге в вашей голове воплотиться в тот результат, то есть материализоваться. До момента идеи и до результата материализации есть, ну, разный период времени, но он в любом случае есть. И если вы сами или вы сама не готовы этот период времени заниматься воплощением этой идеи, то я вас уверяю, это такая форма манипуляции. Ну, пойди, пожалуйста, сделаем. Ну, давай это сделаем. Ой, я сегодня занята. А ты начала? Ну и как? Получилось? Ну, представляешь, я же тебе так и говорила. А не получилось? Ну, с тобой-то что там получится? То есть это эксперименты над другими людьми, преследуя свои корыстные интересы. Получилось? Хорошо. Это моё. Не получилось? Ну, собственно говоря, тебе и доверять ничего нельзя. Это скрытость, даже очень часто неосознаваемая людьми, которые так декларируют себя. Это использование. Это использование других для того, чтобы было хорошо. Ну и, во-первых, это ярко. Это же все слышали, что это моя идея. И это можно присвоить. Идея — это последовательность воплощения этой идеи в результат. И если вы не можете этого делать, они, естественно, будут перегорать, потому что у вас такой задачи нет. Вы ждёте, кто их схватит. А чужая идея, она всегда или очень хороша, если объединяет усилия, или очень плоха, потому что мало ли кто что сказал. Но её всегда можно трансформировать, всегда в свою идею, изменить название и качественно продать, если такая следующая история. То есть два человека встречаются, один идейный, а другой говорит, ну, сейчас я её по-другому назову, и будет мне сказка. Значит, один потом на другого обижается. Я хотел тебя обмануть, а ты успел меня обмануть. Ну и вот мы теперь уже не дружим. Так что учитесь своей идеей воплощать или вдохновлять людей, с которыми мы вместе будете воплощать те идеи, и результат будет общий. И это очень важно понимать. Может ли постоянный беспорядок быть следствием какой-то травмированности? У меня нет понимания, как спланировать день, даже меню на ужин. Ну, конечно, это протест, такой ребёнка протест, когда вас принуждали вынужденно сохранять или исследовать чужому порядку. Это важно понимать. А вы попробуйте, заведите тетрадочку и попробуйте написать то, что вы хотите сделать. И потом к вечеру просто галочки поставьте, что вы же сделали. И будет удивительное открытие. То, что не связано с вашим прошлым порядком от мамы, от папы, или от определённого качества руководителя, вы это всё сделаете. То есть без давления вы всё это сделаете, потому что вам было интересно и вам нужно лично было это сделать, вы хотели это сделать. И тогда нужно вычеркнуть всё то, что вы себе одеваете на голову, всё вот это чужое надо, то есть покоите себя, покоите, а потом вы там уже сами сопротивляетесь. И вот таким методом вычленения вы можете точно сформировать свой порядок, который будет двигать вас к цели, к тому, что вы хотите, а не к тому, что на вас давили-давили, вы эта тяжесть на себе носили-носили, а потом скажете, ничего делать не буду. Вот это протест, вот это сопротивление, да идите, всё, ничего. И показательный хаос дела с этой говорит о том, что слишком много напряжения, слишком много тяжестей, то есть вы вышли за рамки допустимого удержания. И вы вот всё бросили, легли, и это протест. Я больше не могу. Или начали бегать в зависимости от свойств вашего тела, вашей личности, да, и вашей индивидуальности, как хотите. То есть как вы разгружаетесь. Кто-то бегает и начинает паркохозяйственный день, а кто-то ложится и может две недели лежать и говорит, я в депрессии, и дверь закрыли, и только мне продукты питания, и больше не напрягайте, если есть кому. Понаблюдайте собой, за собой. И как только вы это начнёте исправлять, методом видения, что вы надумали себе, а что на самом деле сделали. И тогда пойдёт немножко-немножко, но устойчивая синхронизация, то есть количество дел соизмеримо времени сначала уравняется. То есть то, что назначили, то и сделаете. Потом это продлится какой-то промежуток времени. А потом этот навык вы будете, то есть те действия, которые вы приравняли, что вы их делаете, не заморачиваетесь, сопротивления нет, они начнут паковаться по времени, то есть меньшее количество времени вам нужно будет для того, что вы себе назначили. Условно, то вы делали за 5 часов, сделаете за 3. И вот эти 2 часа и вычлениться из вашей вот этой периодики для того, чтобы чему-то новому обучиться. И так будет меняться порядок. Но вы это видеть будете. В противном случае у вас всегда будет очень много чужих дел, которые вы взяли с головы, придумали себе, потому что так было всегда. Вот эта модель из маминой семьи надо, потому что, потому что, кому надо, зачем надо, не обсуждается. И вот как только вы это увидите, это можно осмыслить, это можно глазами увидеть, если вы будете честно сами себе описать. И методом исключения вы все это ненужное выбросите, увидите, что вам важно и нужно делать сейчас. Это должно быть полезно прежде всего для вас и актуально на сейчас. Тогда вы это выстроите, то есть количество времени уравняется тому, что вы будете делать. А потом, когда рука набьется, так же и говорят, рука набилась, тогда за меньше промежуток времени вы это начнете делать и высвободившее время обязательно нужно наполнять тем будущим навыком, действия которым вы будете совершать. Ушла от мужчины, но целый год даю надежду и мучаю человека. Он ждет, а я схожу с ума. Что делать? Звоните. У меня была такая девушка потрясающая, я очень трепетно к ней отношусь. Была такая же идентичная ситуация, она правда очень далеко живет, но тем не менее. И вот она мне точно так же как-то вечером написала, она в другой стране живет и говорит, вот знаете, вот он мне предложил замуж, ну предложил, а вот я сижу, я просто думала, что вы проснетесь там, и я думаю, вам в 6 часов напишу, потому что вы уже стоите. Вы мне скажите, мне ему позвонить, сказать да, я говорю, ты еще не позвонила. Все, спасибо огромное, я вот уже все, уже побежала, звонила. Через 2 недели у них была свадьба. Вы на кого пытаетесь переложить ответственность? На меня? Зачем тогда? Зачем тогда вам такая эмоциональная игра? Тогда это не отношение. Тогда кто кого помучит, то есть кто кого победит. И тот, кто победит, кто первый придет, тот и будет зависимый от того, кто смог выстоять. Тогда о каких взаимоотношениях мы разговоры ведем? Или вы встречаетесь с 2 человека и говорите, все понятно, вот мы тут поигрались, и давай впредь теперь садимся и перед тем, как какие-то гадости, какие-то слова или какие-то поступки совершать, потому что мне без тебя хуже, нежели, чем с тобой. Давай будем меняться, давай будем выстраиваться, давай будем вырабатывать, давай будем прояснять, давай будем разговаривать и уберем вот эту всю дрянь, которая мешает нам жизнь, потому что времени уходит год много, а результатов никаких нет. А у вас это игра, такая эмоциональное перетягивание каната, кто кого. Вопрос, зачем? Зачем? Значит, будет повторяться цикл. Три года, год, семь лет, двенадцать лет. Как? Как это происходит? И зачем? Это всегда эмоционально затратно. Это всегда кнопка ждуна. Кто? Я или он? Как? Как это сделать? Как это кому-то перезвонить, знакомых, создать целую ситуацию, чтобы никто не догадался, что мне без него плохо или мне без нее плохо? Вы люди или дети в песочнице? Если действительно хуже без него или без нее, тогда звоните, приходите, садимся и разговариваем. Если есть о чем. Или вы просто хотите поиграть. Очень важно это понимать. Или жить, или спать. Или играть, или жить. Что выбираете? Я с вами прощаюсь. Перестаньте, просьба у меня, такая просьба, как наставление, уж позвольте. Перестаньте закручивать себе в вашей голове несуществующие задачи. Время сейчас очень быстро течет. Представляете, вот только лето, уже завтра, первое сентября. Подумайте, думайте, размышляйте, рисуйте, проговаривайте, задавайте вопросы, что так, что не так. человек. Это ваша жизнь. Ее нужно развивать. Ей нужно учиться, не то чтобы радоваться, а быть удовлетворенным человеком от своих поступков, от того, что вы умеете делать, от того внутреннего чувства удовлетворенности, что вы честны прежде всего перед собой. Прежде всего перед собой. Все ситуации, они должны разрешаться. Нельзя бросать ситуацию. Ее нужно разрешать и заканчивать. Будете убегать, будете бросать, не будете участвовать, они вас все равно загонят, они вас все равно догонят, все равно придется решать. И это может быть таким огромным камнем на голову, как неожиданность, как неизбежность того, что если собирать долго, то можно и не справиться. Будьте рациональны, понимайте, на что вы хотите смотреть, а на что не хотите. А во всем остальном мы обязательно с вами разберемся. Хороших выходных и до будущей пятницы. Всего-всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова